Скажите, пожалуйста, какую работу с почвами проводите вы, и какой подход вы пропагандируете в работе с разными зонами плодородия? Ну, мы подход пропагандируем такой, что плодородие должно быть предварительно подробно изучено. Прежде чем какие-либо корректирующие действия предпринимать и пытаться повлиять, нужно сначала комплексно и глубоко понять ситуацию, посмотреть на нее с разных сторон. Я покажу, да, немножко на слайдах, вот, чтобы это было нагляднее. То есть мы считаем, что в основе всего всегда должно быть подробное обследование земель, вот, подробное обследование сельхозпредприятия, и мы считаем, что к этому обследованию нужно подходить комплексно, использовать разную аналитику, разные методы. Вот, сейчас у нас уже давно 21 век, да, много новых технологий доступно, и в том числе спутниковая съемка. Вот, на основе этой спутниковой съемки Агронолд разработал свою технологию анализа за 36-летний период. Мы выводим по АСФ-индексу зоны плодородия. Вот, то есть вот такая карта, которая по усредненному анализу поля за 36 лет показывает нам, что в зеленой зоне у нас это зона повышенного плодородия, а в красной зоне это зона пониженного плодородия. То есть 36 лет, какая бы культура тут не росла, да, какая бы ни была агротехнология, кто бы ни был хозяин этой земли, то есть как бы организационно это не работало, у нас все равно вот этот результат, он проявляется, то есть видно, что здесь пониженная плодородия, здесь повышенная, то есть есть какие-то фундаментальные факторы, которые это определяют. Вот, когда у нас вот эти зоны по АСФ-индексу есть, нам нужно понять причины, откуда они берутся, и мы приступаем к анализу всей доступной картографии архивной, то есть смотрим все, что можем достать. Ну, основные источники это топографические карты, там перекладка сот они нам показывают, это почвенные карты, вот, очень подробные советские есть у нас, почвенные карты, это очень важный источник знаний, вот, это обязательно цифровая модель рельефа, ну и вот всякая спутниковая съемка. Вот, но если есть уже агрохимия, доступная на этот момент какая-то для этих полей, то тоже берется для анализа, все это друг на дружку собирается в ГИС-проекте, и вот эти карты мы друг относительно друга в привязке к местности анализируем, воспринимаем. Дальше обязательно почвенная экспедиция, мы так это называем, то есть выезд от поля очень важен, вот, мы выезжаем, копаем классические почвенные разрезы, смотрим глубину залегания подстывающей породы, глубину залегания грунтовых вод, вот, герононетрический состав почвы, ну и много-много на самом деле факторов, то есть там 22, по-моему, параметра, которые на выходе из обследования у почвоведа у нас в таблице лежат, вот, отбираем фокус на ту агрохимию, которая для этой зоны может повлиять на результат, то есть где-то это может быть pH-кислотность, где-то фосфор, вот, обязательно гумус проверяем, ну и на выходе получается вот у нас какая-то общая картина, да, то есть мы говорим, что на стыке новых методов, новых технологий и старой школы почвоведения, то есть старых вот этих почвоведческих компетенций у нас лежит вот эта технология обследования, которая позволяет нам диагностировать состояние и объяснить, с чем связано пониженное плодородие или повышенное плодородие в конкретных участках местности, вот, то есть выделяются лимитирующие факторы этого плодородия. Как дальше вы работаете? Вот вы выяснили, что в некоторых зонах есть проблемы с плодородием, что вы предлагаете? Как работаете? Ну, здесь много можно об этом говорить, вот, прежде чем, ну, прежде чем я отвечу на вопрос на этот, да, наверное, нужно сказать, ну, что, на что обращают внимание про обследование, да, и как это может работать, да, в разных примерах, вот, то есть при обследовании мы не смотрим там с одной точки зрения, то есть с одной, ну, то есть, допустим, только с агрохимической точки зрения, да, потому что если мы будем смотреть только с агрохимической точки зрения, то, ну, вот, у нас тут три карты на конкретное поле, по фосфору, по калию и по кислотности, и видно, что только вот здесь мы по карте фактического плодородия, по ПАШу, да, совпадаем, то есть вот здесь там основной лимитирующий фактор попал, то есть вот здесь конкретно как дальше можно было бы работать, да, то есть получается, здесь надо раскислять остальную часть поля. Вот в этой части поля у нас есть понимание, что все в порядке с ПАЖ. Потом тоже важно понимать такой фактор, что вот эта картограмма фосфора наложена на спутниковую фотографию конкретного тоже поля. И мы видим, что здесь, вот где выход породы, у нас фосфор плохой, а где у нас здесь хорошее состояние растительности, у нас хороший фосфор. То есть если бы мы не видели эту картограмму в привязке к местности, то нам бы нужно было бы вот сюда внести фосфор, а сюда его не вносить. Ну если бы мы решили дифференцированно по этому полю поработать удобрение. А фактически, когда мы видим это в привязке к рельефу местности и к составу почвы, мы понимаем, что здесь, если мы обнесем фосфор, он не отработает, потому что здесь есть плохие условия для развития растительности и просто здесь не вырастет по другим причинам, не развьется растение и не сможет этот фосфор востребовать. Ну то есть есть какие-то вещи, которые определяют плодородие с точки зрения рельефа, с точки зрения состава почвы, с точки зрения распределения влаги по поверхности. Вот это вот распределение влаги по поверхности, оно очень сильно влияет на результат в разных условиях по-разному. Ну и причем вот мы видим здесь микрорельеф одного поля и видим, вот эти зоны это не то, что тут реки у нас текут, озера и моря, это просто синим выделены увлажненные участки, а вот таким коричневым и светло-коричневым более сухие участки конкретного предприятия. Но вот это все важно осознавать в привязке к конкретной местности, потому что я приведу примеры, чтобы было это понятнее. Вот в сухом регионе в Саратовской области у нас на вот этих вот вершинах у нас здесь образуется более сухая зона, потому что плага скапливается в низинках и в низинках как раз она формирует более плодородные почвы. То есть это происходит годами. Годами влага вот по этой местности вот так вот распределяется таким образом и годами она влияет на формирование вот здесь почвы определенной. Соответственно здесь образуется более плодородный уже устойчивый участок. Вот мы его на фотографии видим даже как другого цвета почвы. То есть мы вот из этой точки на карте сделана фотография, вот отсюда мы смотрим на место. Вот и здесь мы это видим как другого состава почвы. Но в то же время вот такая же точная история с низинкой во влажной Тульской области может давать нам зону пониженного плодородия в низинке, потому что здесь накопление влаги приводит к перевлажнению почвы. Вот почва стоит там не глубоко от поверхности. Тут вода стоит у нас в почве, да? Вот и она не уходит просто отсюда. Вымокают получается растения, да, в этой зоне? Да, свежий пример из Ростовской области. Я же помню, что я общаюсь с южными СМИ. Собственно у нас получается здесь склон южной экспозиции, склон северной экспозиции. Склон южной экспозиции имеет, получается, более сухую почву высушенную и поддающуюся ветровой эрозии более хорошо. Вот, а склон северной экспозиции, получается, представлен почвой темной и влажной. Вот, то есть тут вот прям очень такой наглядный получился пример, что вот по границе перепада рельефа, да, мы практически два разных состава почвы имеем. Почему это происходит? Вот эта сухая часть, она выше? Ну, это южный склон, сюда как бы падает солнце, оно высушивает просто, да. Сюда солнце меньше падает, соответственно, не пересушивает эту почву, опять-таки стабильно. Ну, и вот тоже интересный пример из новых, из Алтайского края. Вот, у нас здесь получается водосборная западина, которая тоже на карте нашей является участком повышенного плодородия. Вот, ну, тут же она прям видна визуально, то есть это не всегда так ярко визуально появляется, не всегда можно глазом увидеть эти зоны. Вот здесь она прям тоже хорошо видна на фотографии, и вот она подтверждена картой плодородия данного поля. Вот. Что с этим делать, собственно говоря, вы спрашиваете. Ну, то есть еще основной какой, то есть насколько разными могут быть эти зоны, то есть как сильно это влияет на зону плодородия, да. То есть это вот пример из Лепецкой области, тоже одно поле, здесь в зеленых зонах урожайность была больше 7 тонн на гектар, а в красной зоне меньше 3 тонн на гектар. Вот. Если мы имеем такое разное количество биомассы в разных зонах на одном поле, вот, то мы понимаем, что нам нужно как-то корректировать свою производственную программу. То есть нам нужно учитывать то, что у нас на одном поле такая разноурожайность, потому что разноурожайность это, ну, во-первых, разное количество биомассы, то есть просто разное количество зелени, да, с которым тоже разным количеством препарата надо их обрабатывать. А во-вторых, это разный вынос по МПК, то есть по питательным веществам вот в зеленых зонах у нас вынос больше, чем красный. И первое там, что напрашивается, да, это дифференцированное внесение удобрений. То есть мы можем сокращать количество удобрений, не отменять важно, да, сокращать количество удобрений в тех зонах, в которых они менее востребованы растениям и переносить их в те зоны, в которых у нас больше потребность в удобрениях. Вот. Ну, в общем-то, это делается достаточно просто, сейчас уже практически любую технику можно доработать до функционала дифференцированного внесения, если она вдруг даже не может. Речь идет о разбрасывателях, об опрыскивателях, о пассивных комплексах. Техника меняет норму нашу всю ширину агрегата при переходе в зону в зону. Ну и, соответственно, работает разной нормой. Может быть удобрений, может быть семян. Вот. При переходе из зоны там пониженного плодородия в среднюю или повыше. Вот. Тут, в общем-то, если развивать эту историю, то тоже это как раз работа над плодородием в том числе. Один холдинг, крупный, волгоградский, у руля которого стоит очень уважаемый, в принципе, локрасный человек, вот, назвал вот эту нашу методику новым словом методики опытного дела. Потому что мы имеем возможность, имея такие карты и привязывая к местности, закладывать тестовые участки с привязкой к конкретным зонам плодородия. То есть, понимая, какие там лимитирующие факторы в этой зонах есть, мы в эти зоны вложим тестовые участки и можем там экспериментировать с нормой. Вот. Соответственно, понимать, какая норма работает как в красной зоне, какая норма работает как в зеленой зоне. Вот. Можно вот здесь на 23-м годе посмотреть, да. Вот эти вот квадраты — это квадраты тестовых делянок, в которые мы внесли разную норму по удобрениям и по семенам. Вот. То есть, однофакторная аналитика, то есть, отдельно удобрения экспериментируем, отдельно семена. Вот. То же самое в зеленой зоне. Вот. И результаты вот таких, получается, экспериментов видны у нас на вот этом диаграмме столбцовой. То есть, вот на этом графике по нижней оси у нас норма КАС-32 в литрах на гектар. Вот. Вот. А здесь у нас урожайность по озимой пшеницы. Вот. И мы видим, что красная зона у нас слабо отзывается на, получается... Увеличение дозы. Увеличение нормы, да. А зеленая зона отзывается хорошо. То бишь, вот здесь мы, когда 128 литров на гектар вносим, мы чувствуем, что мы дошли до потолка. Вот. А здесь мы чувствуем, что мы дошли до потолка, даже и не столько до потолка, сколько до экономически оправданной нормы на 240 литров. То есть, если бы мы какой-то единой нормой работали по этому полю, мы бы стабильно либо недокармливали зеленую зону, либо перекармливали бы зону красную. Вот. А когда мы можем этим управлять по зонам, то мы можем более тонко, более оптимально подбирать нормы удобрений. Вот. И осознанно на это смотреть, посредством полевой аналитики. Вот. Ну, это вот такая же диаграмма, только по кукурузе. Вот тоже оттуда же из Саратовской области. Причем здесь кукуруза на Багаре. Такой хороший результат у хозяйства был по кукурузе. Ну, следующее, что можно делать, можно, в принципе, тем же самым способом, также по зонам плодородия, менять норму высева. Но тут к подбуру нормы высева надо подходить более тонко, более глубоко смотреть на причины, обуславливающие природу возникновения зон. Потому что иногда в плохих зонах нам нужно, наоборот, загустить норму. Вот, если мы про семена говорим. Но иногда, и даже, скажем так, часто, мы все-таки в плохих зонах норму уменьшаем. Вот. И это позволяет нам экономить на семенах и терять в районе. Я знаю, что вы ведь еще предлагаете дифференцированную культуру вообще сеять. То есть на более плодородных землях более подходящие, более экономически выгодные культуры, а там плохие поля можно под что-нибудь устойчивое отдать. Есть такое дело. Вы говорите о рейтинге полей. Вот. Есть даже, ну, на сегодняшний момент такая концепция. Вот ее мало пока кто реализовывал. Ну, точнее говоря, нам не удалось пока в России реализовать это. Но есть предложение мультигибридный посевки. То есть даже вот одна культура, разные семена. Мы можем в зоны там получше посеять хорошие семена, а в зоны похуже там попроще семена. Но это на оборудование там precision planting возможно. Вот. Вот. И, в принципе, ну, тут нужна такая решимость, да, скажем так, как в хозяйстве достаточно смелый эксперимент. Вот. А что касается рейтинга полей, ну, сейчас я чуть-чуть расскажу про вот семена удобрения. То есть это позволяет, ну, достаточно хороший экономический эффект получать. Мы цифру вот этого прироста маржи оцениваем где-то от 2000 рублей на гектар и до 6. А вот эта табличка, она сделана независимым экспертом по нашим данным в разных регионах и показывает, то есть насколько по конкретной культуре там, в конкретной области мы приросли, дифференцируя удобрения семена. Вот. Ну, самый хороший результат вот на подсолнечнике в Катарстане. Вот самый плохой на горохе в Тюмени, получается. Вот. Ну, рейтинг полей, да, это отдельная такая история. В общем-то, здесь мы не говорим о том, чтобы участками местности дифференцировать. Мы говорим, что по полям в целом, да, мы можем по результатам обследования выделить более хорошие, более перспективные поля, похуже поля. И среднего качества поля. Более того, мы сейчас эту историю с рейтингом полей прокачали. У нас здесь идет уже он с описанием лимитирующих факторов. То есть объясняются причины, да, почему это так. То есть немножко так, когда мы упрощали, не хватало информации нашим клиентам, да, почему мы сейчас стали добавлять вот описание лимитирующих факторов, почему конкретно на этом поле так они начали. Соответственно, когда мы опять-таки прозрачно видим вот эту картинку с рейтингом, мы видим группу полей, что это лучше, это хуже, мы можем на более хороших полях применять более дорогие сорта гибриды, больше питания можем применять, более дорогие ССРы применять. То есть, ну, можно даже сказать так, что более рискованный какой-то самооборот выбирать, который больше по затратной части, но в то же время перспективнее по получению прибыли от этого участка. Вот, а на полях похуже можем, соответственно, не рисковать, не использовать там дорогие семена, вот, и не садить дорогие культуры. То есть, ну, в некоторых случаях даже там кто-то многолетку, например, засаживает. В некоторых случаях даже там иногда принимается решение какие-то участки местности вывести из оборота, потому что они, ну, не перспективно по этому обследованию оказываются. Скажите, а вот вы говорите, стали определять лимитирующие факторы для этих полей. Можете перечислить, что это за лимитирующие факторы и возможно ли на них повлиять? Может ли хозяйство как-то их исправить? Понятно, что рельеф, наверное, вряд ли можно переделать, если другие факторы есть? Ну, я полного набора вам не назову. Вот, это наши почвоведы. В принципе, дело сейчас нет перед глазами таблички, но, ну, могу сказать, что там выделяются отдельно там опесчанинные почвы, например. Да, выделяются отдельно там салончики салонцами, например. Вот, могут перевлажненные участки выделяться. Вот, в принципе, по агрохимии какие-то участки там с просадкой агрохимии могут выделяться тоже отдельно. Вот, ну, на самом деле там много. А, переуподнение очень сильно влияет на конечный результат. Вот, ну, много разных факторов. Рельефное проявление, да, то есть если это, допустим, сильный склон, то тоже он там может как бы как-то характеризоваться. Вот. А с переуплотнением как можно работать? Сейчас было еще вот какое-то продолжение вопроса. Я сказал. Да, на какие можно повлиять, на какие нет. Да, 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 вот. На какие можно повлиять, на какие нет. У нас, в общем-то, есть такая работа. Мы готовим агропредприятиям документ, который называется «Стратегия улучшения проблемных участков местности». О, как интересно. Вот. И есть вещи, на которые повлиять можно. Да, то есть, ну, воду куда-то отвезти там, да, эрозию прекратить, ну, в смысле, приостановить, да, эрозию, поработать с этим. Вот. Можно там посадку, например, высадить, да, чтобы ветровую эрозию приостановить. Вот. Ну, какие-то вещи можно делать. Вот. Вот. В то же время мы говорим о том, что, ну, вот, то, что надо менять, нужно всегда взвешивать, насколько это экономически оправдано будет для агропредприятия. Потому что есть вещи, которые экономически оправданы, а есть нет. То есть, если бы мы были советской властью и могли бы развернуть реки вспять, то, ну, у нас бы не было вот границ и пределов. А когда мы являемся агропредприятием, нам нужно думать о своей ориентательности и думать о том, что то, что мы предпримем, меры, чтобы они были экономически оправданы. Вот. Ну, этот вопрос тоже, конечно, нами берется во внимание. То есть, что нужно делать, чего делать не нужно. Вот. Переуплотнение, да. Давайте немножко поговорим про это. Значит, по результатам обследования может появиться вот такая вот карта переуплотнения, где мы увидим, что есть поля, где степень переуплотнения слабая, есть средняя, есть сильная. Делается эта карта по почвенным разрезам. Вот мы физически определяем глубину залегания пужной подошвы, находясь в поле. И по итоговому обследованию опять у агропредприятия может получиться вот такая карта, где мы видим глубину залегания пужной подошвы в цифрах. Ну, это крайне важно, потому что при обработке мы понимаем, на какую глубину нам нужно построить почвообрабатывающие орудия, да. И чтобы разбить пушку, потому что основная наша задача глубокое рыхление, да, она как раз таки там заключается, чтобы разбить подошву. Вот. Если бы, допустим, у нас пушка на глубине 40, а мы прорыхлили на глубину 38, то мы свою задачу не решили, получается. Мы не допрыгнули. Вот. И пушка все равно осталась, мы ее не разбили. А имея вот такие карты, мы можем осознанно эти управлять зрячее и выстраивать статегию почвообработки. У меня есть такой небольшой пример, когда мы сделали, получается, эксперимент. Мы провели глубокое рыхление на глубину 40 в полосе, которая выделена коричневым контуром на карте. Вот. И мы это поле три года отдельно наблюдали. Отдельно, получается, друг от друга. То есть, и мы видим по индивиаю, что вот здесь есть у нас больше зелености, да, в этой полосе, даже по индивиаю. А когда мы мерили урожайность, мы в этой полосе опять-таки внутри получили плюс 4 центнера по подсолнечнику, плюс 5 центнеров по пшенице и плюс 3,6 центнеров по пшенице. По пшенице тоже. При этом тоже вот если возвращаться к предыдущему, да, вот это поле, оно все находится тоже на неровном участке рельефа. И у нас получается, что вот две трети поля, они более плодородные, чем вот нижняя часть. Потому что это, ну, склон, перепад тоже. Вот. И вот это плодородие, оно у нас тоже проявляется. Видите, вот эти две трети поля верхние, они все равно никуда не делись, они все равно остаются. Но глубокое рыхление работает само по себе. То есть это опять-таки говорит о том, что всегда комбинация факторов. Нужна дискомбинация факторов, нужно собирать результаты. Очень интересно. Вы сказали, что можно убрать эрозию, посадить лесополосу. Доводилось такое в практике встречать, чтобы хозяйство боролось с эрозией? Ну, мы делали, да, рекомендательные такие записки хозяйством, чтобы они делали. Вот. Про эрозию, кстати, ну, эрозия очень развита у нас здесь на юге, да. Ну, водная эрозия, она практически везде есть. То есть вот, у меня тут такая карта есть небольшая. Вот, где особо ярко проявляется, показано, да, но, в общем-то, она почти на любых боях есть. Ветровая эрозия есть у нас на юге и в Сибири, в принципе, достаточно хорошо развита. Вот, а у нас по-человеку недавно работали в Сибири и попали вот в такую песчаную бурю, да, прям когда подняла гуму с ветром. Я помню, что в Ростовской области у нас была в прошлом году тоже такая же история. Вот, и, в общем-то, в Сибири очень много хозяйств занимается ноутилом, вот, и ноутил, конечно, очень помогает сохранить вот этот верхний плодородный слой. Вот, ну, что такое эрозия, в принципе, все знают и понимают, да, вот так вот там это выглядит на полях, да, это проводная эрозия, если говорить. Вот, а вражная эрозия может вот такие вот даже вещи нам на полях давать. Вот, ветровая просто заключается в том, что верхний слой почвы у нас выдувает, а верхний слой у нас как раз является основой плодородия, это гумусосодержащий слой. Вот, и, конечно, с этим тоже обязательно нужно работать. Я, в общем-то, выделил два таких простых элемента. То есть, во-первых, сохранение, получается, растительных остатков на поверхности. Если мы находимся в зоне подверженной ветровой эрозии, это может помочь. Вот, если мы сохраняем более трех тонн на гектар растительных остатков, то это на сто процентов нас от ветровой эрозии защищает и на девяносто процентов от воды. Но при этом даже под соломой остается стоп, ветеря воды. И вот эта история с разуплотнением, о которой мы говорили чуть раньше, она все равно важна и нужна. То есть, все равно нужно работать с почвой, чтобы она влагу нормально впитывала и убирала. Вы предлагаете совместить и ноутил и классику, да? Ну, в общем-то, у нас есть клиенты, которые на старте того, чтобы под ноутил перевести поля, проводили разуплотнение. То есть, мы тут не видим противоречия. То есть, ты делаешь кувыр-курахление, а потом поле переводишь потом все. То есть, ты уже знаешь, что у тебя нету пушки, и ты дальше работаешь с тем, чтобы ее и не было. Вот. Ну, то есть, ноутильщики, они же как бы, они переуплотнением тоже управляют, да, в рамках технологии своей, без вспашки. Вот, то есть, но когда уже пушка есть, гораздо сложнее ее вот этими способами разбить, решить, да, убрать, чем поддерживать, скажем так, отсутствие опорных подошвы. Вопрос на засыпку. Вы ориентируетесь на хозяйство с каким земельным банком? Кому следует к вам обращаться, чтобы вот эта работа, которую вы провели, была эффективна и подъемна для хозяйства? Да, ну, раньше мы ориентировались на проекты от пяти тысяч гектар. Вот, то есть, это большой объем аналитики, это довольно затратная история на аналитику. Вот. Сейчас, в принципе, для каких-то продуктов там, именно под пив несения, например, мы рассматриваем проекты уже от двух тысяч гектар примерно. То есть, мы в этом году имеем там три или четыре клиента, которые у нас там от двух тысяч гектар стартовали. Ага. Продолжение следует...